Всех приветствую, с вами Dix PC Store и меня зовут Александр. Сегодня у нас будет тест-обзор очередного ноутбука, который недавно к нам приехал. Это новинка 24-го года и эта новинка меня приятно удивила. Мы уже подготовили его к работе, следовательно я уже его вскрывал и видел как он упакован. Это, наверное, одна из самых лучших упаковок, которую я видел среди всех ноутбуков, которые у меня были. Поэтому смело могу сказать, что здесь компания показала себя на высшем уровне. Невероятно классно, по крайней мере мне так показалось и я так считаю. Ну что ж, приступим к обзору. На столе у меня появляется HP OMEN 16 24-го года на i9-14900HX и RTX 4070. Вот такая белая коробочка, очень классно, он был на целых трех пломбах, у него везде есть маркировки, серийные номера и прочее. Упакован он реально классно, по крайней мере мне очень сильно нравится. Чувствуется, что это дорогой премиальный ноутбук с невероятно красивым дизайном, на мой взгляд. Давайте приступим к обзору. Здесь можно вот так вот его потянуть, достать сам ноутбук. Упакован он в очень мягкую ткань, не знаю как она правильно называется, с логотипом OMEN. В наличии у нас есть несколько бумажек, они причем запечатаны. На них есть небольшая белая пломба, которую мы не вскрываем, то есть клиент получает полностью новый ноутбук. Еще одна бумажечка, наверное с серийными номерами и гарантией, не уверен точно, что это. И еще одна с какими-то словами про Windows на всех языках мира. Далее идет блок питания и кабель питания. Все это в пленочках, пленочки мы не снимаем. Все ноутбуки люди получают со всеми пленками, которые на нем были, чтобы была максимальная новизна при покупке. Кабель питания с китайской вилкой, мы его заменяем на русский, поэтому смело можно его вот так вот выбрасывать и он больше никому не нужен. Это все, что я нашел в комплекте, возможно есть еще что-то, если поднять это, но нет, да, больше ничего нет. Очень классно, мне нравится как сделали вот эту штуку. Это не пенопласт, из которого ты вытягиваешь ноутбук, это какой-то приятный черный картон. Очень удобно, очень продуманно сделано. Ноутбук не трясется, он хорошо ложится сюда и никаких проблем с его транспортировкой нет. Также очень красивая коробка, по крайней мере мне она сильно нравится. Со всеми маркировками выглядит она вот так. Это невероятно круто, за это большой лайк данному бренду, что они так постарались и вложились в свою технику. Это можно убрать. И приступим к обзору самого ноутбука. Посмотрим, что же у нас здесь. DXPC Store это не просто канал на ютубе, а полноценный магазин товаров из Китая. Вы можете обращаться к нам для покупки ноутбуков как из наличия, так и под закат. Или покупки любых других товаров из Китая. Все это мы привезем для вас. Мы предоставляем для вас лучший сервис, а именно, мы на связи 24 на 7, гарантия на всю нашу поставляемую технику 1 год, доставка по Москве и Московской области, лучшие цены на рынок и мы можем отправлять топор не только по России, но и все субъекты Российской Федерации. Подписывайтесь на наш ютуб и телеграм канал по ссылке в описании и всем спасибо за то, что посмотрели эту короткую рекламу. Как обычно поспешил, сначала я думаю начнем с габаритов, а потом уже приступим к обзору. Сама коробка достаточно большая, не знаю, возможно для кого-то это будет важно, поэтому сейчас замерим ее габариты и скажем вам. Коробка у нас в ширину 34, в длину 59. Ну высота небольшая, 6,5 см. Все, с коробкой точно закончили, теперь можно приступать к ноутбуку, пока не хочу его доставать, подержу чуть интригу, измерим габариты. 37 в длину, ширина у нас 26,5 см и высота чуть меньше 2,5 см, может 2,5 см. Это данный ноутбук, сейчас мы его еще взвесим, посмотрим какой у него вес. По классике берем наш фирменный пакет, включаем весы, оп, все, весы по нулям и приступаем к завешиванию. На весах у нас 2,5 кг, если быть точнее 2,490 см. Ноутбук плюс блок питания, 3,240 см. Теперь мы знаем габариты данного ноутбука, по ним вы можете понять, подходит он вам или нет, будет ли вам удобно его носить или нет. А теперь перейдем к самому интересному. Та-дам! Блок питания и его параметры. Приложу фото маркировок, блок питания на 280 Вт. И это вся информация, которую я могу по нему сказать. Он на 280 Вт. Он красивый, по крайней мере мне нравится. Он такой, не знаю как правильно эта форма называется. Ну, в общем, красивый. Дальше со мной. О, мэс! На задней крышке тоже написано ОМЭН. Есть какая-то маркировка, серийные номера и прочее. И когда мы его открываем, мы видим вот такую штуку. Это достаточно плотная бумага. Еще не картон, но достаточно плотная бумага. Приятная на ощупь. Тут есть логотип HyperX. Написано, что экран на 240 Гц. Небольшой логотип модели 16. И сам ноутбук. Пока закрываем, поговорим о разъемах, которые имеет данный ноутбук. С левой стороны у него два Type-C наушники и микрофон объединены. С правой стороны у него один USB. На задней крышке у него зарядка. RJ45 интернет. HDMI. И еще один USB. Не могу сказать, что это прям много разъемов, но их хватает. На самом деле, два USB, два Type-C это более чем достаточно. Один вывод монитора, интернет и наушники. Ну, в целом, все, что нужно, здесь есть. Давайте перейдем к самому ноутбуку. Посмотрим, что он из себя представляет, что он нам покажет. А, кстати, хочу отметить еще клавиатуру. Единственный минус, который я вижу на данной клавиатуре. Кнопка включения находится возле клавиши Backspace. Как мне кажется, это всегда будет мешать. Потому что при любом быстром печатании, случайно нажал не туда и выключил себе ноутбук. Ну, по крайней мере, не выключил, а в режим снаю его отправил так точно. Это, конечно, можно настроить через Windows, обозначить кнопку. Но не самое приятное дело, мне такое не нравится. Запустили наш ноутбук. Сделали базовые тесты. Давайте посмотрим на их результаты. Открываем по стандарту CPU-Z. Процессор A9-14900HX. Материнская плата от компании HP. Модель 8C77. 32 ГБ DDR5 с таймингами 45-45-89. Стоят они двумя плашками по 16 ГБ от компании Samsung. Частотой 5600. Графика RTX 4070 и встройка от Intel. И сделали сразу бенчмарк процессора. В однопотоке 716 баллов. В многопотоке 7136 баллов. Это можно закрывать. Дальше. Бенчмарк Superposition в 4K Optimize. 7 866 баллов. И CrystalDiskMark с вот такими результатами. Перейдем к играм. Посмотрим, что покажут они нам. Запустили Cyberpunk. Перешли в настройки. Трассировка лучей Ultra. DLSS включен. Режим сбалансированный. Генерация и реконструкция DLSS включены. Нажимаем применить. Пролистаю вниз все настройки. Разрешение экрана 2,5 экрана. И запустим тест. Посмотрим на результаты. Как видим, 60-70 FPS. С небольшими просадками до 55. Но сейчас все стабилизировалось. 60 плюс кадров мы имеем. Видеокарта температурой 70-71 градус. Процессор температурой 72 градуса. Посмотрим на итоговые результаты от данного бенчмарка. Среднее значение FPS 62. Минимальное 32. Максимум 77. Все настройки видно. Перейдем к следующей игре. Посмотрим, какие результаты будут там. Запустили SpyDomain Remastered. Давайте посмотрим на результаты. Как видим, стабильность 100 плюс кадров. Температура видеокарты 77 градусов. Температура процессора 78 градусов. Пропустим синематику. И посмотрим на боевку. Как видим, значения такие же, как и при простом полете. На этом тесты можно заканчивать. Напишите ваше мнение, что вы думаете о данной модели, как она упакована. Для меня это действительно одна из лучших упаковок. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всегда вам рады. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok.